Цель нашей беседы утвердить истинное пророчество Церкви, потому что написано каждому Бог дает дарование. И там слово мудрости, слово знания, и в перечне это пророчество. И мы сегодня и поговорим с вами о пророчествах. Скажите, пожалуйста, кто из вас в своей жизни слышал пророчество в течение жизни? Почти все. Хорошо. Второй вопрос, более трудный. Как вы думаете, в своей жизни вы слушали больше истинных пророчеств от Бога или неистинных? Более неистинных. Большее число неистинных. Кто-то говорит больше истинных, да? Но скажите, правильно будет сказать, что есть такие и есть истинные пророчества и неистинные? Правильно, нет? Правильно. Притом, есть три источника пророчества. Первое от Бога, второе мечты сердца и третье, и третье от дьявола, дух прорицания. И столько беды среди народа Божьего через неправильные пророчества. И сколько утешения получаем мы, когда действительно Господь говорит к сердцу нашему. И я уже отметил одну истину библейскую, что когда мы были младенцами, мы так любили пророчества. Это как без пророчества, ну как-то не так. Я помню себя там 20-летним, 19 лет, поедешь, помолишься, Господь говорит, сын мой, смиряй сердце свое. И такая радость. А вообще в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, 29 написано, придите ко мне и научитесь кротости и смирянию. Но когда к тебе Бог сказал, смиряйся, это не Евангелие, это прям Бог тебе говорил. Понимаете? И ты бегаешь за этими пророчествами, и тебе так хорошо, так хорошо, когда ты слушаешь эти пророчества, и ты молишься, молишься, и Господь наконец говорит к тебе. И когда я был помоложе, меня так это нравилось, я так увлекался этим, мне так нравилось до определенного момента. Я думаю, что некоторые из вас тоже переживали это. Итак, пророк. Пророк – это человек, который говорит слова Божьи. Он говорит будущее, прошлое, и иногда настоящее. Моисей пишет о том, что Бог даст вам пророка, говоря о Христе. В Ветхом Завете есть 16 книг пророческих. Ну, там Исаии, Еремии, Данила, ну и так дальше. И в Новом Завете есть пророчества и пророчествующие. И как нам с вами разобраться, пусть поможет нам Господь, чтобы нам быть, ну вот, разумными людьми. С одной стороны, показать, что есть истинное пророчество, и оно нужно в церкви. С другой стороны, отсеять все то человеческое, иногда и демоническое, которое проникает в церковь. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что у вас будут лже-братья, лже-учителя, лже-апостолы, лже-пророки и лже-христы. То есть мы имеем вернейшее пророческое слово Библию, которое предостерегает нас и говорит, что очень осторожными будьте. Будьте людьми, которые бодствуют иначеку, здравыми, трезвыми, чтобы вас не обманули. Итак, пророчествовать – это использовать соответственный дар для назиданий, для церкви. Хочу сразу сказать, что все дары, которые Бог дает, Он дает только для церкви. И действие даров должно происходить в церкви. Я не говорю, что Бог не может откровение или пророчество дать на дому, или в машине дать откровение. Может. Но пророческое служение и другие служения, учитель, он должен в церкви для назидания людей говорить. Должен, если пророчествует или слово мудрости имеет, слово знания – это для всех. Бог не дает тебе определенный дар и говорит, это тебе только, и смотри, смотри только тебе. И дар – это не значит возвыситься над народом Божьим. Дар – это служить через это Богу. Притом, дар пророчества, он только на земле, он временный. На небесах мы пророчествовать не будем. Поэтому мы должны знать, что пророчество – это для церкви, и это временно. Я хочу спросить, понятная мысль, братья и сестры? Понятно, да? Притом, есть два вида пророков. Пророк Евесянам 4.11 – это служение пророка, таким былагам. Он возвестил будущее, сказал, голод будет, и был голод. И есть пророчествовать, использовать дар этот. Вы, если посмотрите 1 Коринфянам, откройте 14 главу, посмотрите 31 стих, и будем сейчас некоторые смотреть места Священного Писания. Когда пользуются этим даром, этим даром пророчествовать многие пользуются. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы все пророчествовали к назиданию слушающих. Это очень важно, что Павел заботится, чтобы это было в церкви. И он говорит еще, что бывает пророчество, и должно быть пророчество, и много может быть пророчества. Говорит об истолковании, что если у тебя иные языки есть, то молись о даре истолковании. Посмотрите 22 стих, 14 главы, откройте, мы будем пользоваться многом. Пророчество для верующих. Это для верующих мы должны размышлять, в основном для верующих, в редких случаях для неверующих. Мы уже сказали, что это для церкви, и при том еще одна грань. Вот когда пророки были в Ветхом Завете, они были подвластны только Богу, и все. Не царю, не священнику Бог. А в Новом Завете, те, которые имеют пророк, пророчество, или пророк, он подвластен церковному воспитанию, и над ним есть пастор. А что, вот это? А в Новом Завете, что все мы должны... Давайте 1 Петра, 5 глава, 5 стих. 5 глава, 1 послание Петра, 5 стих. Там написано, что всем мы, младшие, подчиняйтесь старшим. Помните? И пастор – это глава. Я ни в коем случае не говорю, что он безошибочный, и ни в коем случае не хочу польстить вашему пастору, но меня интересует одна вещь, что есть установление. Это не значит, что пастор не ошибается. Но если только учитель будет стоять выше пастора, или пророк будет стоять выше пастора, то зачем тогда пастор? Когда пишется «Семи церквам», там говорится, пророку Ефесской церкви, или как там говорится? Как там говорится? Ангелу. Правильно? Ангелу. Он поставлен на церковь, и он будет отвечать за то, что делается в церкви. И это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что через пророчество, через использование неправильного дара, сколько рухнуло церквей, сколько семей рухнуло, сколько разорилась веры в людей. И мы должны с вами об этом поговорить откровенно. Это хорошая сегодня будет тема, нет? Очень. Ну, вы смотрите, у меня последний день и последняя проповедь, так что я могу. Нужно? Давайте попробуем, давайте попробуем. Я готов выслушивать вопросы, замечания, и вместе решать будем. Хорошо? Итак, пророчество. По Писанию оно испытывается рассуждением. 1 Коринфянам 14, 29. Один пророчествуй, а прочие что? Рассуждайте. 1 Фессалоникийцам 5, 19. Пророчество не угошайте, не уничижайте, испытывайте, но уничижать не должно. Вот Библия говорит нам две вещи. Не увлекайтесь пророчествами до того, чтобы оно руководило вами без рассуждений, и не унижайте пророчества, не считаясь пророчеством, вообще не считаясь пророчеством. И нам нужно с вами выбрать именно такую дорогу, которая, с одной стороны, нас не заведет под власть пророков, когда тобой руководят, и ты не обращайся к вернейшему пророческому слову Библии. С другой стороны, чтобы нам не упасть в такую неправильность, как отвергать все пророчества, и слушать не хочу, хватит, море этих пророков не хочу слушать, это неправильно. Цель пророчества – назидание, увещевание, предупреждение церкви. Вот все, что не служит этим целям, утешение, назидание, увещевание, очень возможно может быть проблемой. Когда пророчество не назидает церковь, не увещевает церковь и не утешает церковь. О Духе Святом сказано, что Он утешитель. И пророков наполняет Дух Святой, истинных пророков. И когда Дух Святой наполняет истинных пророков, то в каждом из нас есть Дух Святой. И когда Слово Господне идет от Духа Святого, внутри тебя ты чувствуешь, что это Божье Слово. Что это, что даже если Господь говорит, обличает даже, или увещевает, ты чувствуешь, что Господь говорит твоему сердцу. Потому что в пророке Дух Святой и в тебе Дух Святой. Сейчас еще. Вы хотите что-то сказать? Чуть-чуть громче, пожалуй. Он упожняет. Он слушает пророчество, он чувствует, что пророчество... Да, если мы в вере истинно богобоязненно, и мы чувствуем это сердцем. Я вам скажу, что за 44 года моего следования за Богом я выслушал разные-разные пророчества, как и вы все. И я в своей жизни слушал истинные пророчества, которые были так необходимы душе моей. И я в своей жизни переживал глубочайшие пророчества, которые повергали меня в отчаяние. И потому, когда я говорю на эту тему сейчас с вами, я говорю из личного опыта, анализируя Слово Божье. Потому что когда-то я так любил эти пророчества, когда-то бегал за пророчествами. И, ну давайте, чтобы как-то сохранить равновесие это, я буду приводить и хорошие от Бога пророчества, и такие, которые не от Бога. Хорошо? В 19 лет мне было, и я был на Западной Украине, и там было служение, очень интересное. Эта женщина имела дар пророка, наверное. Потому что когда мы зашли, помолились, мы только сидели, и она одной девушке говорит, что сейчас тебе предложили замужество, там будет и курева, и пьянка. Это человек, который, ну, в общем, будет проблема тебе. Если ты откажешь ему, я благословлю тебя, и будет у тебя человек, который придет от меня. Она вот так сидит просто и говорит. Потом мне сказала, говорит, я вижу тебя, ты проповедующий в Англии, мне 19 лет, я незрячий мальчик. Потом другому сказала, из нашей церкви, говорит, вижу дерево, оно сухое, но оно зазеленеет. А у этого человека дочка ушла в мир. И все, что она сказала, и все, что она говорила, это было в Духе Святом. Ты чувствуешь, что это Господь говорит. И все исполнилось. Эта девочка как-то приехала в Славянск, подошла ко мне, вы, говорит, помните меня? Я говорю, нет. А вы, говорит, были в Ровенской области? Я говорю, был. А помните девушку, которой говорили о том, что у нее есть жених, который там курит, и алкоголь? Я говорю, помню. Так это я, говорит. Я отказал этому парню, сейчас у меня отличный муж, и все нормально. Она не вопрошала, эта девочка. Она просто молилась вместе со всеми. Так вот, истинное пророчество необходимо для того, чтобы в трудный момент поддержать. И когда у меня вот были вот эти переживания, отчаянные моменты были в жизни, как написано, что пророчество, оно держало истинное пророчество, держало меня, что Господь призывает меня на служение проповедника. Любое пророчество должно соответствовать духу и букве Библии. Все Писание Богов вдухновенно и полезно для назидания, для научения, говорит Слово Божье. И Слово Божье есть вернейшее пророческое Слово. Мы должны изучать Библию, мы должны знать Библию, учить на память некоторые вещи, потому что Библия важнее любого пророчества. Библия – это истинное Слово Божье. Понятная мысль? Если только пророчество противоречит Библии, мы должны сразу отвергать это пророчество. Ну, я, наверное, вы, наверное, до вас доходило. Это мой брат мне рассказал, что на Западной Украине люди пришли с мира, и одна женщина захотела быть пророчицей. и подошла к одному человеку и говорит на него, значит, так говорит Господь, будь смел, как Чапаева. Это правда. Ну, она на Западной Украине. Понимаете, она же кроме смелого Чапаева ничего не знает и увидела, что надо пророчествовать, потому что женщина может выразиться через пророчество. И она начала выражаться. Еще одна мысль. Я постараюсь приводить и такой пример, и такой пример, чтобы у нас перекоса не было. Вспомните Валаама, пророка. Помните? Ему Бог говорил. Ему Бог говорил. Он отлично понимал в духовных истинах. И интересно, что сказано, что сказано в Писании. Он там подсказал Валааку, говорит, знаешь что? Вообще еврею невозможно победить. Но я тебе дам один совет. Послушай меня. Я тебе дам один совет. Девочек своих направляй к еврейским мужчинам. Пусть они начинают блудить девчата твои с мужчинами. И пусть девчата твои приглашают их к фалфигору, идолу. И когда начнется блуд, и когда начнется отступление от Бога, идолопоклонство, сам Бог будет их поражать. И он возлюбил Валаам, возлюбил мзду какую? Неправильно. Смотрите, что он сделал. Он, чтобы получить деньги, видит, что Израиля невозможно победить. Но он соображает в духовных вещах. Он говорит, слушай, давай выдала поклонство Израилю в блуд. И тогда Бог отступит, и тогда может ты сразиться с ним. А потом в Иисуса Навина 13.22, написано об Валааме. Убили прорицателя. А теперь послушайте интересный вывод. Можно начать духовным пророком от Бога, а закончить сатанинским духом, прорицанием. Если только человек отступает и вступает в очень серьезные грехи. Я не говорю, что если пророчествующий согрешит, то уже там дух прорицания. Но я хочу сказать одну мысль. Есть путь от сатаны к Богу, и есть путь от Бога к сатане. Этим путем прошел Валаам. Он был великим пророком, кого благословит тот благословенный. С ним говорил Господь. Он видел чудеса, когда ослица заговорила. Но вы понимаете одну вещь насчет ослицы? Она говорила, и это было чудо. Она говорила человеческим голосом. Представляешь, ты сегодня после собрания приходишь домой, а твоя кошка или собака спрашивает, ну как дела, как ты там? Ну представь. В ужасе, правильно, нет? В ужасе был бы, если бы кошка спросила. А у него ослица заговорила человеческим голосом. Но у ослицы осталась природа какая? Какая? Какая природа у осли? Ослиная. Ну какая? Правильно, нет? Хотя она говорила человеческим голосом. А вот здесь интересная и глубокая мысль. Интересная и очень глубокая мысль. Все дары, которые действуют через меня или тебя, это для назидания церкви, но это не самое главное в духовной жизни. Самое главное это изменение в образе Иисуса Христа и вера действующей любовью. Потому что предстанут многие перед Христом и скажут, не твоим ли именем бесов изгоняли, пророчествовали, не твоим ли именем все Господи творили и чудеса творили. И многие скажут. И он им скажет, отойдите от меня. Мысль, ну, братья и сестры, понятная, да? И потому отлично, когда через нас дары Духа Святого действуют. Они к назиданию церкви, они сверхъестественные, они через человека действуют, но мы должны знать, что самое основное это изменение нашего характера. Истинное пророчество, оно имеет в центре Иисуса Христа. Дух Святой прославляет Иисуса Христа. И истинное пророчество будет соответствовать Библии. Оно открывает Библию глубже нам. И очень важно, чтобы в центре пророчества было Слово Божье. Знаете, когда начинается пророчество о косынках, об омовении ног, когда начинается пророчество на такие вещи, будьте очень внимательными. Очень внимательными. Если церковь приняла мыть ноги или не мыть, это ее право. Одни церкви моют, и они любят Господа. Другие не моют, и они любят Господа. Но когда начинается через пророчество лишать кого-то спасением, потому что он не делает так, как я делаю, вот это начинается проблема. Я хочу спросить, я понятно говорю, нет? Чему учит нас Слово Божье? Матфея, 7 глава, 15-16 стих. Христос говорит о пророках. По плодам их узнавайте, что? Их. Истинный христианский характер или стремление к христианскому характеру, потому что и младенец может пророчествовать, но он любит Господа, признает свои ошибки. Да, он может быть, может еще что-то несовершенный, но он от Бога. А вот есть волчья натура внутри человека. Будьте осторожны. Если он злой человек, если он человек гордый, хвостливый человек, надо быть очень внимательным. Если этот человек нечестный, бездравственный человек, глаза исполнены любострастия непрестанного греха, надо быть внимательным очень. Почему? Потому что Царствие Божье, оно праведность, мир и что еще? И радость во Святом Духе. Первое, праведность и мир. Человек от Бога, он праведный и миролюбивый. И мы с тобой должны быть такими, мирными. Если пророчество содержит предсказание, то если оно исполнилось, это еще не говорит о том, что это от Бога. Почему? Потому что люди, которые даже творят чудеса, это еще не от Бога. Надо внимательно посмотреть. Потому что в Египте чародеи творили чудеса. Потому что прорицательница идет за апостолом Павлом и говорит, «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она правду говорит. Но это еще не обязательно от Бога. Надо внимательно просмотреться к источнику этих пророчеств. Потому что часто люди впадают в такие неправильности, когда начинают гоняться за пророчествами. Чего не нужно делать? Никогда не надо вопрошать Бога, за кого выходить замуж, на ком жениться. Не надо вопрошать никогда Бога. И я сейчас очень серьезную мысль хочу сказать, и вы можете не согласиться с ней. В Новом Завете нет ни одного случая, чтобы ставили тайные нужды. и руководились пророчествами через тайные нужды. Один можешь. Один можешь. А в пророку бегать не надо. Один можешь. И молись. И это очень хорошо. Потому что, когда ты один молишься и женишься, не на кого жаловаться. Сам получил откровение. Понимаете? Правильно или нет? Правильно. Еще одна мысль. Я хочу, чтобы вы услышали. Когда мы начинаем по телефону звонить куда-то и говорить, а, пожалуйста, поставьте нужду и скажите мне, что там Бог говорит. Когда мы запечатываем чистый листок бумаги, на котором одно предложение написано, и говорим, ты вот эта тайная нужда положи перед пророком этот конверт и молись, что Бог скажет. Первое. Я хочу, чтобы вы возразили мне. В Новом Завете нет ни одного случая вопрошать Бога. Это мы придумали это дело. И потому сколько неправильностей в этом деле. Сколько бед, сколько слез, сколько рухнувших церквей и семей, потому что мы по неправильному пути пошли. Звонит по телефону, человек не знает, кто там на той стороне, было сказано. А ты уверен, кто там на той стороне? А ты знаешь этого человека как истинного христианина или христианку? А ты понимаешь, что когда ты вопрошаешь, пророк может быть в разном состоянии. Сегодня он в отличном состоянии, а к вечеру в плохом состоянии. И он мечты сердца тебе сказал, а ты принял это для того, чтобы действовать. Ну, какой еще случай такой рассказать, такой положительный случай, чтобы как-то сохранять равновесие в этом случае. Ну, давайте я расскажу. Я понял, да, да. Я понял вас, да. Только скажите, в Новом Завете когда-нибудь ставили нужную? Вот это наша проблема. Я ж, братья мои, я ж вырос в христианской семье. Я родился в христианской семье всю жизнь. Я пятидесятник, а у отец пятидесятник, и дед пятидесятник. И все родство пятидесятничество. И все, я вырос в пророчествах, я понимаю, о чем я говорю. Но знаете, как есть пословица? Платон мне друг, но истина что? Не помните? Истина дороже. Я вырос в том, в чем и вы, и вы, и я привык к этому, пока не пришли очень серьезные проблемы в моей жизни. Я тогда думал, я ходил и молился перед Богом, я ходил и молился, Господи, почему это все так? Дай мне понять эту вещь. Дай мне откровение. И тогда Господь постепенно начал мое сердце учить, и я вам предлагаю это, а вы послушайте и посмотрите, правильно ли я говорю или нет. И если есть сильные возражения, я готов выслушать, потому что это важнейший момент в нашей жизни. Когда ты бежишь к пророку, ты не хочешь лично поститься, ты не хочешь искать лица Господнего, чтобы Бог сказал тебе. В принципе, в Библии сказано все водимые пророками суть сыны Божьей. Или может не так? Нет. Все водимые Духом Божьим суть сыны Божьей. Вот водительство Духа Святого – это да. И когда я молюсь Богу, и Бог мне говорит, не делай этого. Или говорит, делай это. У меня была очень серьезная, очень серьезная нужда. И я думал, как поступить. И была очень серьезная, ну, очень серьезная ситуация. Я начал молиться, я начал молиться, и я постился, я молился, я ходил по комнате, остановился на колени, я молился, и Дух Господень мне сказал. И Он сказал следующее, Дух Господень мне. Масло, масло в катке не убудет, и, нет, масло в кувшине не убудет, и мука в катке, кажется, не исчезнет. Ну, вот цитата из Библии, помните, да? Это был ключ к этой ситуации. Бог мне сказал, и я понял, Бог хочет, чтобы я поступил вот так, и так, и так. Я поступил так, как учил. Так вот, когда мы, народ Божий, знаем близко Бога и руководимы Духом Святым, мы сейчас будем говорить, как пользоваться пророчеством. Тогда мы не будем руководимы пророками и пророчествующими. Знаете, что делается? Делается так. Я не хочу быть ответственным. Я лучше вот пророку позвоню. Мне сказано было, я поступил, а потом, когда я влип в историю, а я говорю, так я же пророкам доверился, я доверился. Послушай, Евангелие говорит, чтобы мы не вопрошали. Евангелие говорит о том, чтобы мы искали лица Господнего. А как же быть с пророческим словом? Мы уже с вами говорили, что когда пророчество, тогда приносит на собрание истинное пророчество свободу, а не дух рабства. Дух Святой приносит мир и свободу, легкость приносит. Пророк никогда не должен быть диктатором, за кого замуж выходить, или диктатором над церковью, или над пастором. Чтобы пастор был под контролем пророка. Пророк истинный, как оно в Библии сказано. 13 глава Деяний, 2 стих. Когда они постились и служили, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савна на дело, к которому я призываю их. У нас есть пророчествующие люди, или пророк в церкви. Мы не ставим никаких тайных нужд. Мы ищем лица Господнего, в посте, в молитве. И у меня есть определенная нужда. Я молюсь, если Богу нужно будет сказать, Он подойдет и скажет мне. Я не бегу к пророку, я не ставлю его в ситуацию. А ну молись, чтобы Бог сказал что-то. Потому что, когда свобода на собрании, и пророк чувствует себя свободно, пророк Божий чувствует себя свободно, Он может от Духа Святого сказать, отделите мне там Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал. Но Бог уже призвал на Варнаву, уже в сердце Варнавы и Савла идти на миссию. Бог, Дух Святой, уже приготовил Варнаву. И когда идет пророчество, это полностью отображает ситуацию, которая в сердце Варнавы и Павла. И потому, что происходит с пророками? Сначала Бог действует через пророка, потом идет слава по всей Америке, пророк Божий точно отвечает, начинает ехать, лететь, звонить начинает. А не всегда пророчество. Ну и представьте, с Флориды он приехал в Орегон. Или в Калифорнию, еще лучше. Он пересек всю Америку. Он трое суток добирался на своем траке туда. Пошел к пророку, помолился, ответа никакого. А славу распустили, а пророке такую, что всегда Бог говорит. Сам пророк попадает в ситуацию, потому что славу сначала распустят, а потом ему уже малодушествовать, ему надо что-то говорить. И когда идут эти первый, второй, десятый приходят, а ты ничего не говоришь от Бога, тогда ты попадаешь в ситуацию, да, только рассказывают, что там Бог говорит. Я ходил, там никому не было сказано. И сам пророк в очень сложной ситуации, если он человек малодушный. Я хочу спросить, я понятно рассказываю, нет? Ну что-то вы не возражаете, вот это меня что-то настораживает. А сейчас, еще до главного не добрался, да? И понимаете, я знал пророков, очень хороших людей. Они говорили, я взял и пророчествовал от себя. Цитаты из Библии я говорил, а потом вставал, и потом говорит, на душе такая неприятность была, такая неприятность, потому что я знал, что это не Бог говорил. Я малодушествовал и говорил от своего имени это. Мечты сердца. И когда я мечты сердца говорил, говорит, так неприятно, потому что я выдавал это за Божье. Вообще пророчество – это мощный инструмент, как на добро, так и на зло. Мы братья между собой, мы сестры, и среди нас не должно быть диктаторов. Граница между истинным пророчеством и ложным пророчеством – это лезвие бритвы. Но это граница есть. И еще одна мысль. Толпа, которая жаждет руководствоваться не Библией, а пророками, предсказаниями и прочими вещами, она попадет под дух прорицания. Из своей жизни рассказывает. Мы… Да. Да. Кончилось пророчество. Да, да. И только что, что они счастье принимают, счастье принимают. Вот как дальше действовать? Ну, это если пророк по пророчеству, он… Во-первых, пророчество должно быть в церкви. Не у бабушки Мани на… Сейчас, сейчас, сейчас я закончу. Не у бабушки Мани на дому, да? Не где-то за глазами, за церковью. Истинное пророчество – это в церкви, при людях, при всех. Потому что, представьте, проповедник, который в подвале проповедует троим людям и не пойдет в церковь. Ну, что это за проповедник? С ним какие-то неправильности. Теперь, когда пророк сказал слово или пророчествующий сказал слово в церкви и порассуждали над этим словом, одни не принимают. Это их дело. Это не должно обижать пророка. Другие принимают. Это не радость пророка. Он сказал от сердца, от Бога, уверен, что это Божье. И потом пусть они решают. Потому что одни верят во всякое пророчество. Бог везде. Другие верят, что не надо доверять никакому пророчеству. А третьи говорят, это как рыба и кости. Я с любого пророчества могу выбрать что-то хорошее. Понимаете? Как? Вы знаете, я понял. Вы знаете, но вы вот говорите эту... Да. А влечения нет, да? Братья, я же вам говорю, как три группы людей есть. Послушайте. Первые, верят всему пророчествам, любым. Второе, никаким пророчествам не верят. и третий выбирают половину, что надо принять, а что не надо принять. Это три группы людей. К какой вы группе относитесь? еще раз скажите. Вы знаете, давайте я скажу свое мнение, а вы поправьте меня. Хорошо. Я считаю, мое мнение, мое мнение, что обычно я переживал пророчества. Это одно-два предложения и ключ к этой проблеме. Это какая-то законченная короткая мысль. Ну, типа, мужичей этот поезд, Агав говорит, свяжут и в Иерусалиме поведут. Помните? Или встал и сказал, будет голод. Но пророчества, пророчества длинные, такие там вот, очень длинные. Ну, я, мне Бог никогда не говорил этого, и я бы очень внимательно отнесся к этим пророчествам, которые очень длинные. Потому что я некоторые из них просматривал, это просто, ну, просто, скажем так, проповедь написана женской рукой, и все. Ну, я ж не... женской рукой. А, мне же такие пророчества притягиваются. Давайте. Да. Да, бывает. Это называется комбинированное пророчество. Часто.